Добрый день! Сегодня мы продолжаем отвечать на вопросы наших зрителей на православном канале экзегет. И вот один из наших зрителей задает такой вопрос. Кто такие духи в темнице, о которых говорится в первом послании апостола Петра, глава 3, стих 19? Ну, как всегда, давайте сначала обратимся к контексту, в котором существуют эти слова. Прочтем это место немного более широко, чем вот это краткое словосочетание. Итак, апостол Петр призывает верующих. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, ни плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который вошед на небо пребывает одесную Богу, которому покорились ангелы и власти и силы. Итак, даже вот уже из этого более подробного прочтения этого места Священного Писания мы можем видеть, что те духи, о которых говорится в послании апостола Петра, это отнюдь не какие-то там бесплотные духи, как можно было бы подумать из-за того, что апостол Петр употребляет именно это слово духи. Слово духи он употребляет все-таки не в значении бесплотных духов, нечистых духов, для которых по учению православной церкви никакое покаяние уже никоим образом невозможно после того, как в лице сатаны, в образе змея проникли в райский сад для того, чтобы совратить невинных созданий Божьих, Адама и Еву, и тем окончательно запечатлеть и собственное свое падение, свое отпадение от жизни в Боге, от райского блаженства, к которому они могли бы снова вернуться, если бы не совершили этого злодеяния. И потому речь здесь в этом месте о падших духах, собственно, никак идти не может. Под именем духов здесь имеются в виду души тех ветхозаветных людей, того древнего населения земли, которое не услышало Слово Божие, которое не услышало спасительного призыва, в том числе и того призыва, который обращал к своим современникам пратец Ной, который прежде чем случился потоп, сначала, как мы знаем, 17 лет проповедовал, а затем 100 лет строил ковчег, что уже само по себе являлось также проповедью о грядущем потопе, грядущем наказании. Но вот те, так сказать, легкомысленные и обращенные к злу современники Ной, точно так же, как и другие из потомства Адама, кто не получил возможности изменить свою душу покаянием, услышав Слово Божие, услышав призыв к Нему, они получили такую возможность, как мы знаем из преданий Святой Православной Церкви, во время событий, соответствующих тому, что мы празднуем в день Великой Субботы, когда Господь наш Иисус Христос, телом Своим, находясь во гробе, пострадав на кресте, духом Своим сошел в темнице ада, разрушив этот ад и своим светоносным явлением, явив как бы вот такую божественную, спасительную проповедь своего божества и возможности покаяния, возможности обращения от злых дел, злых мыслей, злых чувств к любви к своему Создателю, любви к Богу и таким образом восстановил то падшее достоинство первых людей, первых сравнительно с нами потомков Адама, которые долгое время томились в адских темницах до того, как были освобождены оттуда Господом нашим Иисусом Христом. Именно это событие нашло свое отображение в известном таком иконографическом сюжете «Сошествие в ад», когда Господь наш Иисус Христос сокрушает вереи и темницы Адовы и исходит в его мрачные пропасти для того, чтобы вывести оттуда Адама, Еву, всех праотцов, которые ожидали его пришествия, его прихода, ну а также всех тех духов, то есть все те души, живших на земле прежде, кто готов был воспринять его проповедь в той блистающей славе его божества, с которой сошел он в мрачные темницы и подземелья адового царства, некогда такой неприступной и непоколебимой, как казалось, твердыни сатаны, завладевшего собою, душами и грешников и тех праведных людей, которые не были еще искуплены божественной жертвой, божественным распятием, воскресением Господа нашего Иисуса Христа. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok